Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер! Вы, как всегда, на канале Пиратская жизнь! У нас сегодня вкусный ужин. Простой, легкий. Можно сказать, пипе. Практически. Смотрите. От этого пипе закачивался. У нас есть салат. А салат это пп. Логично? Логично. Все, вопросов нет. А курица это не пирожка? Курица, пирожка, это так. Это к чаю. Смотрите, вот такая у меня сегодня пюрешечка сделала я сегодня. С курочкой доедаем. У меня одна ножка у Вавана, целых две ноги. В общем, вот. У меня всегда две ноги. И пюрешка, пирожка. Что-нибудь мне так пюре захотелось? Давай. И селедки, и селедки. Смотрите. А, селедочка. Хоть бы что-то делал. Хоть бы, ты стыну вот так вот смотрю. Сложно. Сложно вырезать что-то нормальное из этого человека. Короче, селедка у нас с пюрешкой, салат, курица. Все, высший разряд. У меня слюни уже текут. Не могу. Давай. За все хорошее. И чтобы нам ничего за это не было. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Только картошку я чуть-чуть не доварила. Я промяла, пробила. Да-да-да. И не доварила. Чуть-чуть, да. И еще минутки-две повариться. Ну ладно. Ну, тебе же торопится. Ну, я и хотела. Я хотела селедки. Ой. Селедочка свежатенька. Ой. Низ какая хорошая. Нормально, да? Слушай, сейчас ничего делать не надо. Раз. Чертку купил. Чистить не надо. Чисто порезал. И все. Ммм. Великолепно. И салатик. Говорю, ну, мя вот это идеально уже. Мя, в принципе, больше даже ничего не надо. Мя, в принципе, больше даже ничего не надо. Мя, везы, с хоть немного колбасы. Учера ели хинкали. Поверьте, вот это намного вкуснее. Ммм. 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 Ну, как-то я салат вкусный делал. Здесь пекинская капуста. Помидорка, огурчик, зеленый лук. Сюда. Наш легкий пеппай. Сейчас я хочу эту кастрюльку присмотрю. Номенькая. Вот эта одна кастрюлька что-то уже прохудилась. Уже старенькая. Ржавчину отмыли. Оказывается, там дыра. Надо в эту кастрюльку. Кастрюльку новенькую прикупить. Давно, конечно, девочке пора обновить свои кастрюльки. На более современные. Они в советских времен. Ну, да. А многих, мне кажется, есть такая, знаете, любимая кастрюлька, любимая сковородка. У них, знаешь, вот посмотришь, блины жарят. И вот такая вся засранная сковородка, прям капец. Причем многие, знаешь, даже вот снимают... Да. Многие снимают даже на это вот обзоры. Я там смотрела, короче, женщина жарила эти, оладьи. И у нее такая сковородка была капец просто. А у нее миллион просмотров. Представляете, на этом ролике? Я думаю, нормально. Но, видать, сковородка хорошо печет, понимаете? И жалко выкидывать. Вот, очищать ее каждый раз. Чугунильная? Она должна быть такой-то. Она должна быть такая. Она только сбоку очищает. Когда там уже слой горит. А чугунильная, вечная. Ну да. Гору, надо обновить уже косырки. Это уже хреновое. Сейчас, я даже посмотрела. Что-то, полторы-две тысячи. Думе хренеса цена. Решила перебиться вот так. Нашла другую. Которую тоже пора уже менять, но она еще поживет. Она из нержавейки. Не, вот эта, кстати, гиппл, это хорошая. Я ничего не буду. Ну, это так молоко. Я же в ней отцу постоянно это, кашу варила. Ничего. Ну, она поначалу вообще не пригорала. А потом она начала пригорать. И дно у нее немножко уже такое пошкремленное. Перёжки делать там и творить что-нибудь. Нормально будет. Так сложно расставаться с вещами. Очень сложно. Вчера, кстати, смотрели серию этой Крой помощи, когда у одного из пациентов был Сидром Плюшкина. Диогена. Да. Нет, Сиджкина. Диогена. Короче. Вот, что это все. Назад в прошлом. По-научному Диогена. А, вы что-то просто? Надо смотреть. Вот. И знаете, вот реально есть люди, которые вот просто тащат все домой. Как будто вот фигню. Я вот, например, когда шкафы разбираю, идешь, как серпом по этому месту. Так надо пикидывать, а надо. Тут с Вованом вообще тоже постоянно у меня ругачки, скандалы и так далее. Когда вещи разбираю, когда что-то выкидывается собираюсь, ой, начинается мнение. Не оставь, я это буду насеять. А лежит уже горой. И причем, знаете, чем старше ты становишься, чем больше вот этот синдром Плюшкина. У меня у отца, кстати, был. Он тоже постоянно все. Но он не тащил домой, он ничего, ничего, все запрещал выкидывать. Он говорит, пригодится вам, это надо. Ты же там какую-нибудь баночку под майонезом хочешь выкинуть? Я говорю, пап, я выкидываю. Нет, оставь мне под рассаду. Хотя у него там вот такая вот стопка в банах. Да, рассады много и не бывает. он не только для себя вращу. Ну-ка, да. Еще Василий Михайлович тоже я брал, что ли? Да. Ну, тогда я брал черри в кусты. Поэтому, по-моему, из какой-то черри достали зернышки и мы сделали. Он посадил. Гроздями привозил. Кров такой, блин, но много. Мелкий-мелкий. Метая не сильно халочка говорит. Ее как бы кустами прям махать. Да, там прям такая веточка вся такими маленькими черриками. Усыпано просто. А некоторых, вы знаете, в спаре берешь черри, там вот такая вот черри. Это написано черри. Это бакинский черри. Не надо. И так видит это. Гору, надо прям, знаете, мне кажется, мечта всю посуду обновить. Чтобы прям вот все было. Где ж нету? В одном стиле. Какой должна быть черри? Понимаете, хочется обновить всю посуду. А потом начался ой, хорошая кастрюлька, ой, вот это мне пригодится. Вот там меня увидел, сейчас я тебе показала. Я говорю, я в ней эти крышки. Тут что-то бед. Я в ней крышки кипячу, когда закатки делаю. Не будешь какую-то там хорошую посуду использовать? Все пострашнее. У меня вот кастрюля тоже старая есть. Я в ней чисто варю овощи. Вот эту вот свеклу, морковь, картошку, вот эта грязная. Вот в нее почистит тоже. Ага, и чтоб там сварилась, нафиг надо. Оставь мне последнюю кастрюлю. Не, просто не будешь дорогую кастрюлю использовать для варки? Да. Тем более свеклой же варить. Там же куча вот этой грязи остается отсюда. У нас прям красит ее. Не только. Мы же там яйки варим. Ну, да. Яйца красим. В той, да. И вот начнется вот этот синдром Плюшкина. Это мне надо, это я оставлю. Это мне тоже надо. Да, да, да. Это лежит кучей. Все надо, надо, надо. Вещей полный шкаф. Все надо. надо. Сейчас он на джинсы не ношу. Я посмотрел, у меня четыре пары джинсов хороших лежат. Тут я не ношу. Тут одобрала их наносила. У меня прям новые коллинсы лежат. Я-то взяла чуть-то неделю проносила и все. Представляете? Сколько денег раньше? Ты перешла на гуселек? Да. Не знаю, еще что наношу. Еще так легко. Хорошо. Удобные и тепло. Да. А джинсы они дубов, они не греют вообще. на живот давят. Не греют нифига. Да и не седон сейчас. Ну. Носить их. Ну так, я говорю, все есть, но. Осень никуда не что? Турецких там парочка. Нарешу. А вайки тебе брать тоже. Угу. Турец. Волк тоже перестал джинсы носить. И я за ним. Все, больно хорошо штанички одел. Сота. Я не знаю там джинсы есть такие хубые. Не знаю, лесками давай. Я не знаю, ты уже не знаешь, лесен, лесен. Тебе уже можно носить. Тут не носишь. Уже привык штанишкам. Уходят, станем. Знаете, сейчас уже просто пришел в тот возраст, когда в принципе ты носишь то, что тебе удобно. А не то, что посимпатичнее, там, туда-сюда. Ну и модно. Ну. Тепло и ладно. Да. Тепло и ладно. Чисто и хорошо. Я вам сейчас в это кофте хожу. Чё, так тепло мне? Хорошо. Ну, прям объемная такая. да, летом, когда ты постоянно, например, ходишь в каких-то этих, ну, каких-то костюмчиков меня, что-то сюда. И то, опять же, исходишь из разряда, чтобы тебе было удобно. Я помню, одно время мы-то в Таиланд ездили. Знаете, я-то одевала какие-то вот шорты. Помнишь ли у меня были шорты пом-колинс, что ли? Они такие, знаете, толстые, плотные. В них так жарко было. Но я их носила, потому что как же так? У меня еще василька тогда не было. А сейчас у меня есть васильок, я хожу, они тоненькие, легенькие. И вообще красота. Входишь и вообще не рак. А что, что думает? Я, как говорится, не ищу себя мужей. Иван тоже. Мы друг друга и так любим. мы же любим друг друга. Ешь, давай. Я говорю, мы любим друг друга. Ешь, давай. Да. Вот смотрела прикол из тиктока. Там, по-моему, и дыгает, что ли. Короче, я там послушаю два сообщения. Милая, любимая, красивая моя девочка, ты мне так нравишься. Я буду дарить тебе цветы, я буду говорить тебе прозови. Фу, задолбал. Второй фил. Ну, что, жопа сладкая, когда встретимся? А? Чего пендриваешься? А? О, такой милый. Капец. Вот я из разряда вас. Понимаете? Вот девочки, к сожалению, хороших мальчиков уже не любят. жопа сладкая, жопа сахарная, как так он назвал. Ой, обожелась. Я сразу себя вспомнила. Сводом. Были у меня мужики, которые, понимаете, вот так вот, ну-ну-ну-ну-ну. Неинтересно вообще этот, помнишь, это печенька. Кушай. Пошел. Да? Какой добрый. В смысле? В прямом. А ты что, все съешь? Да. Вот видишь, все. Мне сериал, кстати, вообще оболненный. Ну что, Костя, давай сюда. На базу. Я тебе специально на дверь положила. Жнала, он все равно буду обгладывать. За тобой. Там дирать. Девочки, когда-нибудь надеюсь, хотя нет, знаете, чем больше времени идет, тем больше мне хочется все сохранить. Почему-то вот все время думаешь. И вот, даже вот Васильки заказываешь, хапыш, хапыш, хапыш. Хапыш, уже это не надо, у тебя есть там еще десяток. ты берешь, у тебя закончится. Еще, еще. Хранишь. Да, да, да. А не можешь остановиться. На топичи, справа. Сейчас вот эта, кастрюлька, так, так, выкидываем. А потом там сижу и думаю, там может есть какое-то средство, которое там можно заделать. Есть. А потом думаешь, так, все, стоп, стоп, выкинуть. Я уже лет 30 или 40, наверное, кастрюлю. А я думаю, как ее заделать, чтобы она еще пожила. Ну, представляешь? Вообще. Там уже был этот болтик, на той маленькой, кто-то еще. Там же болтик. Ну. Ручки-то крепились болтиком. Там были пластиковые ручки. Да? Да. Там реально были пластиковые ручки, только потом, когда ставили вот это, они обуглились, отлетели, разломались. тогда я стал только... Да. А, видать, тогда прям вкручивали в саму кастрюлю вот эти ручки. Я говорю, дырки вот еще. мячком в ровную дырку с ферлом, потом мячком на длину, знаешь, и резьбу. Ты все и вкручу туда полчика. Лучше с этим с другой стороны поставить резиночку, чтобы прижал. Ну, я там покурал вообще ржавая. Ненормально. Жаржавая. Ну, то есть, она там жаржавела. Жаржавела. Не бывает, там она из стали и жмали. Так что мне, конечно, пора его кидать. Там вот эту, которую я улучшил, тоже пора утерю. Ну, где взять такую старенькую завтранную кастрюлю, в которую не жалко сварить какую-нибудь свеклу. Она полюбас красит. Вот варишь и она такой вот выливаешь, и она вот вся красит. Там она больше темно стала из-за того, что яйца красит. Ну, да, яйца тоже. Наташкина это он. Тоже такая струлька есть. Тоже черная вся. Потому что когда красишь яйца на Пасху, да, в луковой шпухе, она красит не блинток и яйца, но и все окружающая на кастрюлю. Слушай, ну очиститель классный, да? Все, это, всю грязь убрал, ржавчину удалил. Там же написано было, типа, для засоров тоже подходит в трубах. насыпал и водичкой горячей раз туда. Получается, мы пользовались сколько времени ржавой кастрюлей. Представляешь? Только из-за того, что там была такая застарела ржавчина, она уже такая запекшаяся. А тут она распеклась. А если попробовать как казан так очистить? Как всегда, села батарейка. Короче, в общем, короче, море себе асень такова, ничего не жалейте, выкидывайся. А, конечно, жалко, а рано или поздно надо все обновлять. Вот так вот. Когда-нибудь с вами замнемся о расхормлении в кухне. Это интересно, но полезно. Надо каждый год делать. Вообще, я знаю такой принцип, что ты год не спорочешь. Всех любим, всех целуем, всем хорошего настроения. Подписывайся на наш канал, ставьте лайки, увидимся. Пока-пока.